Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы обсудим подвижки в переговорах с точки зрения новых стимулирующих мер в США. Также обсудим ряд компаний из корпоративного сектора, которые планируют отчитываться на этой неделе, ну и в принципе новые вещи, на которые стоит обратить внимание как раз в данном корпоративном секторе. Ну а прежде чем мы начнем, напомню, что если вам нравится данное видео, то не забудьте поставить лайк, но появившиеся вопросы оставляйте обязательно в комментариях. Итак, безусловно, то, что сейчас ждут все рынки, это новый покей стимулирующих мер в США, о котором все еще не могут договориться. И вот вчера Нэнси Пелоси и Стивен Мнучин сделали определенные подвижки в этом направлении. Пока все еще не договорились, они планируют продолжить переговоры сегодня, но, по крайней мере, движутся к тому, чтобы расширить, во-первых, покей стимулирующих мер до 1,9 трлн долларов и все-таки принять данное положение как раз до выборов. На этом как раз сейчас наставит инициация Трампа. Ну и понятно, то есть сейчас вот мы последние несколько торговых сессий увидели коррекцию по S&P 500, во вторник также эта коррекция продлилась. Все ждали нового пакета, который должны были договориться еще в понедельник, потом перейти на вторник, и вот теперь продолжение будет сегодня вечером. И рынки, конечно, на этом корректировались. Но, с другой стороны, уже после открытия фьючерсов по индексу S&P 500 сейчас мы видим уже определенное восстановление, поэтому пока та информация, которая была дана, рынок воспринял ее позитивно. Продолжится ли то ралли, которое было и увидим ли мы дальнейший рост, но здесь мы можем только говорить по факту. Но с другой точки зрения, с точки зрения торговых уровней, довольно-таки неплохие уровни для того, чтобы как раз искать точки для присоединения по росту индекса S&P 500 и на падение американского доллара, но об этом мы поговорим чуть позже. Продолжается сезон отчетов и такие компании, некоторые компании уже отчитались. Например, компания Netflix не порадовала своих инвесторов, падает количество подписчиков, но, с другой стороны, они это и прогнозировали. Пик пришелся на первые два квартала, в третьем квартале они увидели снижение, но и акции отреагировали падением примерно на 5 процентов, которые мы видели вчера. Тем не менее, то есть компания планирует восстанавливать данное количество подписок уже во втором, в четвертом квартале и, собственно, это может привести уже к более интересной ситуации с точки зрения покупок инвесторов на текущий момент, пока этот отчет инвесторов не впечатлил и даже, может быть, несколько разочаровал, но падение было не такое сильное. Компания TNT завтра отчитается по отчетам и здесь начинается новая волна, как раз связана с презентацией нового iPhone, iPhone 12. Я поясню для наших слушателей то, что в США действует система субсидий при пользовании тем или иным оператором, который могут получать iPhone при определенном дешевле, чем его просто купить, в том случае, если у вас есть подписка как раз на сервисы TNT. Ну и, собственно, это предлагает и такая компания как Verizon. Собственно, здесь пока ожидается, что будет довольно-таки агрессивная стратегия как раз вот данного предложения. Компания планирует также инвестировать дополнительные средства, чего не делали до этого и пока на текущий момент это вызывает некоторые сомнения у инвесторов, но здесь нужно дождаться четверга. Как раз в четверг произойдет отчет TNT, перед открытием рынка он будет и тогда уже на конференц-колле будет более-менее понятно, какой вектор движения здесь будет. Также компания пока сообщает о том, что есть определенные просадки в других сегментах, которые входят. Входит как раз и TNT, это и WarnerMedia, и DirectTV, и, в принципе, то, что происходит у них с рекламным сегментом. И, как мы можем посмотреть на акции компании TNT, они снижаются уже довольно-таки давно и пока тренд сохранится нисходящий. Но компания является дивидендной, платит хорошие дивиденды. Возможно, неплохой как раз инструмент, неплохая компания для того, чтобы добавить ее в свой инвестиционный портфель. Ее я добавлял себе еще в марте, поэтому продолжаю держать. Ну и новые как раз в сегменте как раз производства автомобилей. Это компания Hammer, которая входит в состав General Motors, заявила о том, что будут, планируют в 2022 году произвести Hammer на электрических батареях в виде пикапа. То есть то, что сейчас очень популярно, то, что делает Tesla, то, что планирует делает Nikola, а также такие компании, как Bolligen Motors и ряд других. То есть все идут в этот сегмент, и конкуренция здесь может быть довольно-таки большой, но вот и General Motors тоже решила к этому присоединиться. Поэтому тоже, ну, будем следить, смотреть, как это повлияет уже на саму компанию. Очень интересно, что данный тренд набирает обороты, и все больше и больше компаний к ним начинают присоединяться. Теперь давайте посмотрим по текущей ситуации на рынках, что у нас происходит. Начнем мы, как всегда, с евро-доллара. Если смотреть дневной таймфрейм, то мы продолжаем двигаться в рамках ранее обозначенного сценария, то есть это продолжение роста. К сожалению, данная позиция здесь присоединится я, ну, рынок мне не дал, да, то есть не было хорошей точки для входа. Но, в целом, опять же, динамика укрепления евро по отношению к американскому доллару, она сохраняется. Следующая цель роста – это движение на 1,1990 и 1,20. Соответственно, пока все идет в рамках ранее того сценария, о котором мы говорили. Как раз завершилась вот данная коррекция 19 октября, и, собственно, отсюда уже продолжается вот данное восходящее движение. По паре британский фунт, американский доллар также получает развитие формации продолжения роста, то есть укрепление британской валюты против американского доллара. Если, то есть первые фактически признаки у нас были 19 октября. Цена смогла еще раз закрепиться выше максимума, которые были собраны в пятницу. Затем мы ушли в коррекцию. Здесь были довольно-таки неплохие уровни для присоединения, но у меня были уже открыты позиции, поэтому здесь я в эту позицию не входил. Но, в целом, опять же, обновление локальных максимумов, которые мы видели сегодня, фактически безостановочный рост, который сейчас идет по британской валюте, говорит о намерениях продолжения данного восходящего движения. Опять же, входить сейчас по данной валюте, я считаю, преждевременно, потому что уже рост состоялся довольно-таки неплохой. Мы подошли к следующему области сопротивления на 1,3080 и вот после преодоления данного уровня, уже при коррекциях имеет смысл искать новые возможности для присоединения к данной валюте. По паре американский доллар, канадский доллар, движение нисходящий, нисходящий импульс состоялся. Мы обновили минимальные значения, которые были сформированы в середине октября. Теперь большой вопрос, сможем ли удержаться ниже данных уровней. В целом, сейчас получает развитие как раз продолжение нисходящей формации, которую мы видим по данной валютной паре. И сейчас рынок сегодня торговался уже ниже минимальных значений вторника. Сейчас мы немножко корректируемся, но в целом динамика сохраняется пока нисходящая. Тем не менее, если смотреть дневной таймфрейм, цели по снижению, это область минимальных значений, которые мы видели в первых числах октября, то есть это область 1,3020, в которой данная валютная пара как раз может и прийти. Опять же, дополнительные стимулирующие меры, которые все-таки смогут принять, что повлияет на рост фондового рынка и падение американского доллара могут дополнительно дать импульс для данного движения. По паре американский доллар, японская иена. Здесь я для себя ищу повторно вход. Я напомню, что продавал его чуть выше, то есть очень хорошая была точка для входа. Продавал данную валютную пару. Соответственно, после той неопределенности, которая была в понедельник, сработал мой стоп-лосс. То есть, работал он в позитиве. Я переносил как раз стоп-лосс в позитивную зону. Ну, понятно, что мы отсюда могли ожидать и еще одну волну восходящего движения. То есть, мы никогда не знаем в этой точке, насколько будет ли это коррекция или это движение может поменяться. Ну, в любом случае, в таких случаях я предпочитаю выходить. Здесь я вышел из позиции и сейчас я готов был бы войти еще раз. Но вот здесь вы видите, да, тот отложенный ордер, который я поставил пару часов назад. Собственно, здесь уже сейчас в ходе развития данного нисходящего движения. То есть, я сомневаюсь, что цена туда скорректируется. Но, тем не менее, пока данный отложенный ордер я оставлю. Если цена дойдет до данных уровней, то к данной сделке я бы тоже присоединился. То есть, пока, опять же, все остается в рамках общего тренда. То есть, динамика нисходящая сограняется. Цель движения – движение в область 103.84 по данной валютной паре. Австралиец также делает попытки нового восстановительного движения. Сегодня мы… Напомню, здесь я тоже открывал сделку в понедельник. Довольно-таки хороший паттерн, который я предпочитаю как раз торговать. Зашел после коррекции. Но сработал стоп-лосс. Опять же, на том движении, на том падении индекса S&P 500, на котором сработал мой стоп-лосс по доллар-иене и по данной валютной паре. Но, тем не менее, новые позиции здесь я тоже продолжаю искать. У меня здесь тоже стоит отложенный ордер. В том случае, если цена смотрит еще одну волну коррекции, то есть, примерно 50% движения вчерашнего дня, если мы скорректируемся, то к австралию я еще раз присоединюсь. И здесь уже, опять же, если будет новая поддержка с точки зрения новых стимулирующих мер, то, собственно, дополнительный виток роста здесь мы тоже можем увидеть. Тем более, на дневном таймфрейме уровни довольно-таки неплохие для присоединения среднесрочной и долгосрочной в том числе. По паре новозеландский доллар, американский доллар, картина точно такая же с другой стороны. То есть, мы здесь видим и сегодня также торговлю уже выше максимума, которые были собраны вчера. То есть, что нам может говорить о начале как раз восходящего движения с точки зрения часового таймфрейма, но по новозеландцу сделок я пока планировать не буду. Оставлю одну позицию по австралийцу и, собственно, посмотрю, как это будет развиваться. Если доллар иена уйдет еще ниже, а по новозеландцу будет как раз, мы увидим данную коррекцию, то, возможно, здесь небольшим объемом также к этой позиции присоединюсь. Но, в целом, также мы смотрим на укрепление новозеландца против американского доллара. Золото продолжает свое движение восходящее. То есть, мы видим постепенное повышение локальных минимумов, что также говорит о сохранении пока восходящей направленности по данному движению. Пока, если брать с точки зрения графического анализа, то фактически мы видели вот этот уход из пробития данной трендовой нисходящей линии, который был не такой большой. То есть, можно сказать, что это больше дальше был треугольнее, кто в целом. Мы видим при посылке на продолжение как раз роста по золоту. С другой стороны, с точки зрения торговых уровней, пока здесь я хороших точек для присоединения для себя не вижу. То есть, мы, да, с точки зрения часового таймфрейма получили подтверждение сохранения восходящей формации. Если у вас уже есть в покупках золото, то, наверное, имеет смысл продолжать его держать. Но с точки зрения новых уровней, если будет коррекция, коррекция в области примерно 1900, то оттуда, может быть, стоит рассмотреть как раз дополнительные покупки. То есть, по крайней мере, к ним я присмотрюсь в этом случае, если будет еще одна коррекция. Но мы не уйдем ниже минимумов, которые были сформированы вчера. По индексам. Ну вот индексы европейские открылись сейчас в негативной зоне. То есть, мы видим, что на начало дня фьючерсы подрастали, но последние пару часов мы видим снижение по индексу DAX. И фактически мы уже торгуемся ниже минимумов, которые были сформированы 15 октября. Поэтому пока покупать, я бы сказал, индекс DAX рановато. То есть, нам нужно дождаться, где у нас становится данное падение. С точки зрения дневного таймфрейма, мы можем фактически увидеть движение и в область 1200, 12500. И оттуда уже, возможно, будут более интересные точки для присоединения. Вообще, мы сейчас торгуемся ниже зоны ценности. То есть, в принципе, для того, чтобы покупать низко цены подходят. Но нужно получить, как всегда, локальное подтверждение, что мы готовы двигаться дальше. По S&P 500, давайте сразу же посмотрим часовой таймфрейм. То есть, пока, опять же, фьючерсы открывают довольно-таки позитивно. Сейчас торгуемся мы в красной зоне по отношению к открытию сегодняшнего дня. Если мы уходим еще раз ниже минимальных значений, которые были сформированы как раз вчера, во вторник, то, вероятно, продолжение данного нисходящего импульса по S&P 500 еще раз сохранится. То есть, пока мы не видим, ну, по крайней мере, я не вижу переход в фазу роста по S&P 500. То есть, опять же, дополнительный как раз пакет помощи будет поддерживать рост индекса S&P 500, но и, в целом, фондовый рынок. Поэтому ждем. Но, опять же, сейчас пока покупать по индексу S&P 500 здесь я пока не планирую, пока не вижу локального подтверждения. Ну, и нефть марки Brent. Мы рассматриваем середина нефть марки Brent. Здесь пока довольно-таки вялое движение. То есть, сейчас мы торгуемся, безусловно, выше минимум, которые были в начале октября, но вот этот боковик у нас все еще сохраняется. То есть, пока мы не можем уйти выше уровня 43. Вот сейчас мы зажаты в данном диапазоне, то есть, фактически, 42-43 в этом диапазоне нефть марки Brent и колеблется. Но, в целом, октябрь выглядит довольно-таки позитивно для нефти. Следующая область сопротивления – это цены, которые были в середине сентября. Это как раз 43,60. И дальше уже может открыта дорога на движение на 47 и на 48, соответственно. Довольно-таки интересный, собственно, сезон отчетов. Компании отчитываются. Многие ждут позитива. Но, конечно, отчитываются пока лучше, чем ожидалось. Но, тем не менее, доходы падают, что не дает как раз поддержки именно фону рынка. Что-то поменяется. Мы обязательно будем об этом следить. Пока не все компании отчитались, только лишь малая часть, буквально там 10-15% из индекса S&P 500. Обязательно будем следить за ключевыми событиями и освещать нас в следующих видео. На сегодня это все. Не забудьте поставить лайк, вопросы оставляйте в комментариях. Увидимся с вами в пятницу. Всем хорошего дня и до свидания.